всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас 31 декабря вот-вот уже наступит новый год и я бы хотела вместе с вами подвести итог уходящего года я думаю каждый из нас в этот день оглядывается назад и вспоминает все то что было в уходящем году и я надеюсь что каждый из вас было только самое хорошее и вспоминается для вас только самое хорошее потому что все самое плохое нужно оставить позади и в новый год взять с собой только все самое лучшее самое позитивное и не только счастье впереди ждет нас поделиться с вами итогами года я хочу именно потому что в 2018 году одно из самых таких но значимых для меня событий это было то что я начала вести свой канал и первое видео которое я загрузила на свой канал было 2 февраля 2018 года хотела бы немножко об этом рассказать как же все таки я начала и что сподвигло меня и вообще какую цель я преследовала начал снимать видео на ютубе я могу сказать что я смотрела была зрителем ютуба очень очень долго где-то ну не знаю лет пять так точно я смотрела и одним из первых блогеров которых я вообще нашла на ютубе это была морская марина или татьяна x вот этих двух девочек я их смотрю периодически до сих пор и с них я так сказать познакомилась с русскоязычным youtube и смотря на их видео смотря как они ведут свой канал я всегда на самом деле немножечко завидовала и мне хотелось тоже тоже снимать тоже что-то показывать тоже что-то рассказывать и с этой мыслью я жила на самом деле достаточно долго и в прошлый новый год очень много блогеров желали всем того чтобы сбылись самые какие-то сокровенные мечты даже то о чем не знаю вы не хотите говорить вслуху может быть тогда что также желали идти к своей цели даже если она кому-то кажется смешной какой-то нелепой все равно добиваться того что вы хотите и много еще было таких различных мотивирующих таких слов и вы знаете и меня это вот как-то сподвигло я поняла что ну раз я давно хочу почему я все время откладываю знаете все время я кстати откладывала все время то одно до второе да как там кажется даже больше наверно оправдывала себя чем не знаю может быть я боялась может быть еще что-то я не могу это если честно никак описать и и после нового года я решила что я начну снимать и первое мое видео было о пустых баночках я не знаю почему но на тот момент я решила что это будет мое первое видео я собрала все баночки за январь месяц и 2 февраля сняла и сразу же загрузила видео на канал потому что я понимала что если я буду думать то я этого не сделаю никогда и вообще мои планы были я планировала снимать до конца мая и потом закрыть свой канал и больше вообще не снимать почему я так думала ну во первых потому что вы наверное слышали не раз что блогеров на ютубе сейчас очень-очень много это действительно правда и я видела некоторых девочек которые снимали несколько лет и при этом у них было очень мало подписчиков были девочки у которых вообще тысячи нету я не знаю как сейчас у них обстоят дела я видела натыкалась на закрытые каналы да то есть где опубликовано пару видео и все и больше не продолжали снимать я конечно все понимала что пробиться действительно будет очень сложно и я практически закрыла можно сказать свой канал если бы не вы дорогие мои подписчики потому что конечно когда я начала у меня не было сразу такого знаете вау что ко мне люди начали подписываться нет спустя три с половиной месяца после выпуска моего первого видео у меня на канале было 175 человек я не считаю что это много и не считаю что это мало знаю что бывает намного меньше и потом вот в середине мая произошло какой то я не знаю я не знаю как это назвать я помню я вечером легла спать посмотрела на количество подписчиков было 175 утром проснулась и меня на канале было плюс 500 человек я вот честно говорю я не знаю я когда слышала рассказы других блогеров о таких вещах я если честно думала что это все какие-то сказки да но нет оказалось действительно такое бывает и ко мне стали подписываться люди стали делать какие-то запросы на видео и так далее и настолько я вот но как-то я не знаю закрутилась в этом во всем что я даже уже себя не представляю без того что я не буду снимать вот честно мне настолько это не знаю классно и приятно когда вы мне пишете в особенности мне очень-очень сильно приятно когда вы пишете скажем так отзывы о моей ну как бы системы похудения и пишите мне благодарственные слова о том что у многих из вас даже что-то поменялось жизни вы стали как-то по-другому смотреть на все это и мне действительно очень-очень-очень приятно я если честно не ожидала сейчас у меня на канале двадцать две с половиной тысячи человек я когда смотрю на эту цифру мне просто мне не верится до сих пор вообще то что я просто мои видео кому-то интересное то что вообще моя история похудения кому-то помогла кого-то смотивировала что я вообще каким-то своим видео кого-то на что-то мотивирует для меня это просто ну я не знаю честно сказать девочки за грани фантастики и мне это безумно безумно приятно и вы знаете сегодня в последний день уходящего года я хочу пожелать каждый из вас чтобы у вас были ваши самые сокровенные мечты что даже то о чем вы иногда просто думаете ну хорошо бы было бы если бы так вот чтобы если бы вот это обязательно сбылось если вы что-то хотите то обязательно это сделайте ведь ну что называется другого шанса не будет и возможно если бы я тоже не смотрела блогеров других и не знаю как то не смотивировалась меня не вдохновили боих слова я бы наверное не завела бы свой канал и и не получала бы столько положительных эмоций от вас потому что да хейтеры конечно же есть но как-то странно на моем канале их на самом деле очень очень мало и это просто какие-то единичные случаи вот за все время бывает конечно что-то там кто-то ну так сказать мимо пробежит и что-то мне напишет но в общем и целом я могу сказать что мой канал не знаю такой достаточно позитивный я считаю потому что у меня как-то нету вот такого прямо явного негатива и также если кто-то из вас мечтает завести свой канал также снимать видео на ю тубе и я вам очень сильно рекомендую это сделать снимайте снимайте о том что вам нравится будьте только искренне честны потому что вот мне кажется красивых картинок и всего остального этого уже много а если вы будете рассказывать то что думаете то что чувствуете тоже как вы видите эту или иную ситуацию вот эти вот живые эмоции мне кажется они очень 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 важны и зрительно по крайней мере мой зритель мне кажется очень это чувствует и очень это видит я я никогда не еще не снимала видео в плохом настроении потому что это видно девочки это действительно очень сильно заметно на камеру все наши эмоции и я вам желаю вот просто после нового года возьмите камеру сядьте снимите то что вам нравится говорите то что вы любите как вы любите и я думаю обязательно все 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 получится пусть это даже будет не youtube пусть это будет какие-то я не знаю какие-то сумасшедшие желания да не знаю там прокатиться с какой-нибудь горки там или еще что-то обязательно это сделать и я желаю чтобы все ваши такие вот сумасшедшие идеи в новом году они обязательно исполнились и я желаю вам идти вперед и реализовывать свои идеи я желаю вам в новом году обрести новые возможности и новые шансы и желаю старом году оставить все то что не давало вам возможность улыбаться я желаю каждый из вас каждый день каждую минуту ощущать себя счастливым человеком делать то что нравится быть любимым любить себя иметь любимых людей рядом с собой наслаждаться каждым днем каждым моментом думать о том что все впереди и все у вас будет замечательно и и все будет хорошо и я надеюсь что эти новогодние праздники пройдут для вас со смехом и улыбкой что вы будете наслаждаться всем что вас окружает находиться в кругу любимых и близких вам людей я желаю вам также отличной погоды отличного настроения желаю вам оставаться красивыми и любимыми будьте счастливы и я вас очень сильно люблю я люблю каждую из вас я люблю каждый ваш комментарий абсолютно любой и вы приносите мне я не знаю огромное счастье и удовольствие я с удовольствием прямо открываю youtube ваши комментарии instagram везде я я не знаю вы не представляете насколько вы меня вдохновляете на что-то и и порой даже вызываете во мне слезы но слезы радости когда вы пишете свои какие-то истории для меня это просто я не знаю это не передаваемые эмоции которые которые делают меня еще счастливее чем я есть и я желаю вам безграничного счастья с наступающим новым годом счастья любви здоровья я вас очень сильно люблю до новых встреч